Привет! Сегодня обсудим, как на Python реализовать кодирование по Huffman. Начнем с кода, который читает входную строчку и выводит ответ. Вход в этой задачи устроен нехитро. Это одна строка длины не более чем 10,4, поэтому читать ее можно как угодно. Я пользуюсь функцией input. Строку мы будем кодировать с помощью функции Huffman Encode. Функция будет возвращать словарь, отображающий каждый символ в соответствующий ему код. Но пока у нас никакого кода нет, поэтому будем отображать символ сам в себя. Имея такое кодирование на руках, мы можем построить закодированную версию строки S. Для этого просто отобразим каждый символ в соответствующий ему код. И сконктинируем результат. В ответе нам требуется сначала вывести количество различных символов в строке S, но это просто количество ключей в словаре Code и длину закодированной строки. Затем нужно вывести сам код. То есть описать, как мы кодируем каждый символ. Последней строчкой требуется вывести закодированную строку, то есть encoded. В принципе, можно обходить символы в словаре Code как угодно. Правильность ответа от этого не изменится. Но для удобства мы будем обходить их в алкавитном порядке с помощью функции S.O.T. Добавим в конец модуля вызов main и посмотрим, как все работает на примере. Попробуем пропустить через написанный код какую-нибудь несложную строку. Ну, например, abcd abc. Мы видим, что всего у нас 4 различных символа abcd. Длина закодированной строки ничем не отличается от длины входной строки, потому что код у нас это просто ID, отображение символа сами себя. Продолжение следует...